Добрый день, уважаемые зрители канала Про Цветок. Я коллекционер растений, в конкретном случае и лилейников у меня огромная коллекция, Леонович Александр Владимирович. И сегодня я хотел бы вам рассказать о том, чем можно заняться весной в своем цветнике. Конкретно начнем с лилейников. Ну вот я, как человек, который имеет огромные плантации, понимаю о том, что в больших пространствах и в малых это совершенно разный уход. Но хотелось бы предостеречь вас от чрезмерной заботы о лилейниках. С той точки зрения, что люди, считая о том, что они делают хорошо лилейнику, возможно, они делают красивый пейзаж в своем цветнике, но приносят некоторые вред и неудобства растениям. В данный момент, то есть, пришла весна. Как вы видите, поле у меня, можно сказать, не совсем убрано. То есть, конечно, нет тут такой красоты, не блестит, не сверкает. Но я не считаю, что нужно заниматься этим с осени. Осенью растения идут на отдых. Им хочется тоже, как и нам, покоя. То есть, если вы считаете, что вы осенью должны скосить ботву, это значит, что вы забираете у растений питание, которое они накапливают в корне, для того, чтобы дать лучший рост, старт росту и цветению в следующем году. Поэтому у меня листья не обрезаются. Они находятся на кусте до самой осени, зимы и даже, можно сказать, до весны, как вы видите. То есть, сухие листья полезны с осени тем, что они накапливают питание в корневище. Весной они полезны тем, что они, например, сохраняют влагу. Вот мы можем посмотреть, как выглядит земля под лилейником, у которого не убраны листья, и как выглядит земля там, где, скажем, листьев уже нету. То есть, лилейники выкопаны. Она, можно сказать, безжизненная, потресканная, высохшая. Под лилейниками, если мы уберем эту листву, вы увидите, что она влажная. Там жизнь кипит, там уже букашки, мурашки, все, что угодно. То есть, убрав листву, конечно, вы сделали красиво похвастаться перед соседями и людьми. Вот у нас подрезанные веера, они красиво выглядят. То есть, да, это красиво. Но вы забрали у растения счастье в жизни. Поэтому меньше работы, меньше ухода, больше отдать природе заняться своими делами. Вот сейчас я вам покажу о том, какая земля, скажем, вот, пример, сухая, там, где ничего не было. И вот мы начинаем убирать ботву. Как говорится, небо и земля. Тут она влажная. Вот. Хоть выжимай ее. Все благодаря тому, что ботва сохранила влагу. Плюс, как я говорил, морозы, если заморозки или еще что-то возвратное. То есть, вот это все сохранит землю, сохранит вот эти ростки от того, чтобы не было морозобоин. То есть, если найти на участке, можно найти, скажем, листья были слегка убраны. Там вы увидите, вот эти листья крайние, практически все желтые, искореженные и никакие. А вот эта листва и сохранила и влагу, сохранила ростки от морозов и всего остального. И, в принципе, землю сохранила. Конечно, есть вопрос такой, подкармливать по весне надо или не надо. Что касается лилейников, я хотел бы сказать так. То есть, конечно, многие говорят, что надо по весне больше азотными удобрениями для того, чтобы дать старт к росту. Но лилейник настолько неприхотливая культура, что вот тут я бы не делал бы такой градации. Можно подкармливать азотом, фосфором или калием. Подкармливать надо лилейники круглогодично комплексными удобрениями. Потому что, в любом случае, вы дадите больше азота, а не дай бог, скажем, в конце мая будут возвратные заморозки, и у вас померзнут все молодые вот эти побеги. Они просто превратятся в кашу. Лилейники должны равномерно на протяжении всего сезона потреблять элементы питания. Но особенно хотелось бы уточнить насчет микроэлементов. То есть, сера, бор, молибден и все остальное, то есть, вся, можно сказать, шкала Менделеева для лилейников это великолепная подкормка. То есть, безусловно говоря, что лилейники растения для ленивых и ничего делать не надо. Но на подкормку микроэлементами, конечно, в комплексе есть макроэлементами, азот фосфор и калий тоже нужен. Но незначительно, где-то на 1 квадратный метр, пускай 10 грамм, ну, сделаете вы 2-3 подкормки. То есть, как вы увидите, что растение начало расти, тогда его надо подкармливать. Если же растение находится еще в состоянии покоя, подкормка бесполезна, а чаще еще и может принести только вред, как я вам говорил. Выгонится зелень на этом азоте, и она... То, что вы будете считать, что вы форсируете рост растения, вам заморозок это все вернет на круги своя обратно к тому же маленькому росточку, вылезшему из земли. А что касается еще органических удобрений, конечно, свежий навоз это под строгим запретом. Никакого навоза под лилейники не надо, не обкладывать ничего. Единственное, что либо компост, либо в худшем случае перепревший навоз. То есть, когда навоз уже потерял свою структуру, то есть, он уже не воняет, он выглядит, как такая слегка черная земля с краплениями соломы и всего остального, что в нем было. Но вот в таком состоянии свежий навоз, вы просто погубите всю свою коллекцию. С той точки зрения, что можно еще и насчет ядохимикатов подойти к вопросу, болеют ли лилейники или не болеют. Они, конечно, болеют, но чаще болеют от ухода людей, от того же свежего навоза, от переизбытка, возможно, той же влаги. То есть, как вы видите, земля, она влажная, но она не сырая, не надо делать болото. То есть, безусловно, вы можете найти в книгах о том, что лилейники произошли от растений, которые росли на берегах рек, но часто они растут у вас в огороде. Поэтому про берега рек можно забыть. Они великолепно себя чувствуют в любых условиях, которые вы им предложите. Главное, чтобы вы меньше напрягались. Безусловно, если вы наложили туда свежего навоза, если вы поставили чуть ли не капельный полив и ручки, которые будут делать болото, тут вам понадобятся ядохимикаты. С той точки зрения, что жуки особо не едят лилейники, чего-то они им не нравятся. Хотя цветки у лилейников съедобные, люди готовят даже из них салаты. Но жуки против этого. А вот болезни очень хорошо начнут косить лилейники от свежего навоза, от избытка влаги, от, как я говорю, избытка ухода. Для этого вы берете любые фунгициды системного действия. Ну, у нас, что вы можете найти. То есть, сложно сказать, какие препараты продаются у вас в магазинах конкретно. То есть, приходите, спрашиваете, фунгициды системного действия. И делаете обработку. Если сложно, вот от фитофтороза, чем картошку обрабатываете, тем вы можете обработать и лилейники. От любых болезней, профилактически. Но если вы не будете усердствовать, они у вас, поверьте, болеть не будут. Это мы можем будем посмотреть на кустах. Вот сейчас мы смотрим диплоидные сорта. Они, конечно, выходят сразу зеленые, красивые. С тетраплоидными чуть-чуть проблематичнее. Они выходят косые, кривые. У людей ощущение, вот они болеют, надо скорее спасать. Хочу предупредить, не надо никого спасать. Они сами выживут. Вот остановимся на тетраплоидах. Как они выходят из зимы. Великолепный сорт. Дарла, анита. Но чаще всего цветоводы бы уже в это время били бы в колокола. Кричали бы, чем протравливать, что делать. Оно умирает. Ну вот я, например, после того, как я ничего не делаю, оно нормально растет. Вот разгребем куст. Вот вы видите, гнилые побеги. Гнилая листва. Ну вот даже в самом гнилом побеге, когда вы его снимаете, у него точка живая, то есть листик живой, лист зеленый. Поэтому максимум, что с весны вам надо, убрать вот эти вот все побеги, которые вам кажутся гнилыми. И ничего не делать. Дать возможность лилейнику самому нормально расти. Вот видите, после того, как уже очистили, они уже выглядят по-другому. И вот это вот то, что вы считаете гнилое. Оно не гнилое. То есть вот не надо заморачиваться, бежать в магазин, покупать ядохимикаты, рассказывать о том, что у вас вот пропадает лилей. Он не пропадает. Они просто так выходят из зимы. Вот цитроплоиды имеют такой нюанс. Безусловно, мы от них не можем отказаться, потому что это самые красивые цветы. Я говорю, вы можете посмотреть сорт Дарлани, так как он выглядит. Сказка, а не растение. Но, извините, пожалуйста, вот эта сказка с весны выглядит вот так вот. Но не расстраиваться, ничего делать не надо. То есть оставьте так, как оно есть. Единственное, что спрашивают, а если куст вообще не выходит, вот уже чуть ли не лето, ну в этом случае вы можете его выкопать, посмотреть, что у него там происходит. Но чаще всего, вот иногда бывает такое, что вот морозы было в 2002 году. Минус 20 без снега, без ничего. Да, коллекция лилейников, цитроплоидов пострадала. А диплоидам по ним хоть на танке проедьте, им без разницы. Но они пострадали. Но к середине лета практически я ни одного сорта не потерял. И я считаю лишь потому, что вот другие мне любители говорят, а вот мы расковыряли, мы достали, мы посмотрели, там маленький росточек, мы его протравили в одном препарате, в другом препарате, в третьем препарате. И начинаешь говорить, а если вас протравить в одно, вот вы начали кашлять, в одном одними таблетками накормить, другими таблетками клизму поставить, уколы сделать, что будет с вами? То же самое и с растением. Если вы будете за ним избыточно ухаживать, оно не собираться, то есть не будет собираться расти дальше. Оставьте его в покое. Безусловно, как любой живой организм, растение может взять и умереть. Но это единичные случаи, над которыми не надо, скажем, ну, конечно, как у меня сидят плантации, практически полгектара лилиников, я не заморачиваюсь. Когда у вас сидит один лилиник, вы из него хотите выжить максимум. Но поймите, любое вот это ваше желание выжить максимум, с отсутствием информации и понимания особенно, что вы делаете, оно только приведет к смерти. Это то же самое, что вот я как говорил, как лечить человека. А мне один сказал, надо то сделать, другое делать. А чего он умер, Бог его знает. Четыре человека лечило. Поэтому с лилиниками то же самое. Меньше занимаетесь уходом, меньше увлекайтесь ядохимикатами. Будете и вы здоровее, и растения. Ну, руки чешутся, но возьмите, пролейте раствором марганцовки слабеньким. Это не им не повредит. Ну и, в принципе, ваши нервы успокоят. Ну и вот, чтобы подытожить этот ролик о том, что делать весной с лилиниками, хотелось бы сказать практически ничего. Дайте им спокойно жить. Единственное что, уберите листву, подготовьте землю, подрыхлите чуть-чуть. Если вы считаете, что земля не подкормленная, ну, говорю, минимально подкормите любыми комплексными удобрениями, обязательно с микроэлементами. Ну, где-то немного, грамм 10 максимум, ну, 20 на квадратный метр. И, в принципе, все. Дальше лилейники все сделают за вас. Они вас отблагодарят цветением и будут радовать вас практически целый год. На этом хотелось бы сказать спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. И не пропускайте наши видео. Если оно вам понравилось, я рад вам. Если есть какие-то вопросы, ну, задавайте. Будем пытаться отвечать. Потому что, ну, сейчас начнется море работы, как и у вас в цветниках. Поэтому счастливо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин